Всего 10 минут и человек уже знает важную информацию о своем здоровье. В Первоуральске в очередной раз проходит акция «Проверь свой ВИЧ-статус». Проблема этого заболевания актуальна для Свердловской области, как ни для какого другого региона. А многие могут даже не подозревать, что заражены опасным вирусом. У ВИЧ-инфекции есть одна особенность. Течение этой болезни имеет длительный скрытый характер. Это заболевание может многие годы протекать абсолютно бессимптомно. И физически человек по себе никак не может определить, болеет он или здоровый. ВИЧ передается через кровь. И если раньше считалось, что заражаются чаще всего наркоманы через общий шприц, то сегодня нет как таковой группы риска. И все же особенно внимательным нужно быть в случае медицинского вмешательства и при смене полового партнера. Узнать, болен человек или нет, можно только проверив его кровь. Здесь, в небольшом фургоне, это сделают за считанные минуты. Берется экспресс-тест, специальный экспресс-тест, в который, вернее, входит планшетка, вот такая планшетка, на которой в последующем будет капаться капелька крови. В индивидуальном пакете находится пипетка для забора крови и специальный раствор, который выявляет антитела к инфекции. Забор крови тоже происходит моментально. При экспресс-тестировании используется скарификатор. Он бесконтактный и безболезненный. Через несколько минут результат известен. За час экспресс-тестирования проходит около десятка желающих узнать свой ВИЧ-статус. Во-первых, нужно знать свой статус ВИЧ для того, чтобы предостеречь себя. Вот сейчас вот новый метод прокола, то, что вообще не чувствуется ничего, как бы, вообще быстро и это не больно. Ну, любопытство, наверное, в первую очередь. Ну, во вторую. Ну, надо проверить. Должны все, наверное, знать свой ВИЧ-статус. Кто-то узнал об акции от волонтеров. Они всегда приходят на помощь, чтобы рассказать подробнее об экспресс-тестировании. Потому что людям важно знать свой ВИЧ-статус. Если его не излечить на ранней стадии, то он может перерусти в более крупное заболевание, как СПИД. Проверить свой ВИЧ-статус можно будет и в другие дни. Те, кто не успел сегодня, могут найти спецфургон 13 июля на проспекте Ильича возле торгового центра «Строитель». А ровно через неделю, 18 июля, снова в Парке новой культуры.